Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Давай сегодня поговорим о любви. Давай. И вообще, знают ли люди, что такое любовь? Да, знают, говорят так, что знают. И мы говорим, что знаем. Ну, если любовь – это жизнь, то все живут. Вот все как-то живут, да? Даже как-то размножаются. Даже как-то? Как угодно, да? Ну, разные варианты. Ну, вот вчерашняя поездка там в Овино в ресторан, отметить годовщину свадьбы. И он четко заметил определенную категорию женщин, которые приходят именно в этот ресторан, потому что он один из лучших в Минске, для того, чтобы снять обеспеченного, респектабельного мужика. Это про любовь? Нет. И, кстати, туда же приходят эти мужики, чтобы их сняли. Чтобы их сняли, да. Это про выгоду. Причем выгоду с одной и со второй стороны. Да. Выгодное место встречи лжи и обман. Ну, понимаешь, я когда смотрю сейчас из парадоксального восприятия, оно, конечно, иногда просто башку сносит. Но когда ты смотришь на жизнь именно из парадокса, просто охреневаешь от того, что вот вся жизнь сплетена из лжи. И у меня уже даже муж стебет, ходит и говорит, вот ложь, ложь, ложь. Но она видна во всем, кажется. Но вот самая правдивая девушка начинает рассказывать, как она любит парня. И потом, давай рассмотрим вторичную выгоду, вторичную выгоду, вторичную выгоду. И ты видишь ложь, ложь, ложь. Все построено. И при этом можно сказать, значит, ложь в тебе, и ты лжив полностью, раз ты это видишь. Да. Ты рожден в этой паутине, в этом королевстве кривых зеркал. И ты точно так же лжив, и ты точно такой же. Никуда не деться. Но в какой-то момент, наверное, стоит проснуться и вдруг начать это замечать. Замечать. То есть, когда ты это замечаешь, у тебя появляется шанс это изменить. Пока ты не видишь, ты не можешь ничего менять. И когда ты просыпаешься, происходит эффект, что, ну вот представь, спит там 100 человек. И тут одному захотелось в туалет. И он пошел по этим 100 спящим. Пока он дошел до туалета, уже все 100 не спят. Они все проснулись. Вот примерно то же самое делаем мы, когда мы просыпаемся в инфодайинге. Мы показываем, о, блин, вот здесь косяк, вот здесь. На тот косяк наступили, на тот. И так в каждом моменте. И получается, что когда мы говорим о любви, мы как раз-то в своем большинстве, мы ее подменяем. Ну вот банально. Человек скучает, не видел другого человека. И при встрече первое, что он говорит, а вот там то, а вот там то, деловые какие-то вопросы обсуждают. Там поесть, попить, там еще какие-то. А сказать, слушай, родной, я по тебе искренне соскучилась. Или там какие-то теплые слова. То, что от сердца в этот момент идет. Человек не может этого сделать. Причем это даже в большинстве семьях не может. Слава Богу, что есть уже семьи, где это стало возможным. И удивительно, когда это дело отражают семьи детей аутистов, как дети это отражают. Они просто тупо заставляют родителей развернуться к себе. И вот в какой-то момент я задумалась, а в ком больше лжи, в мужчинах или в женщинах? И ты знаешь, если поле лжи создает женщина, то играет и лжет ум мужчины. Да. Так оно так и есть. Оно так и есть. Но женщина создает. Женщина создает игру. Да. И мужчина в ней уже отрывается. Ровненько в этой игре. При этом он может себя считать сам создателем этой игры. Он может кем угодно себя считать в ней, но поле игры создано женщиной, а он уже в ней действительно отрывается по полной. И тогда стоит задуматься. Да понимаешь, любой аспект сейчас возьми. Вот мы можем говорить о чем угодно, да? Любой аспект ты будешь видеть вместо любви и ложь. Любой аспект ты будешь видеть вместо любви и ложь. И да, любой, везде, абсолютно везде и во всем. И при этом, если ты будешь вот просто так говорить, показывать, да, человек будет отбивать. Отбивать. А вот знаешь, почему это первая реакция? Это знаешь, как инстинкт такой. Самосохранение, кстати, вообще четко здесь подходит. Чтобы сохранить старую игру. Да, 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 да. Мать, которая водит больного ребенка по всем врачам и перепробовала все методики. Все методики и все лекарства, все медикаменты. Она верит всем врачам, всем, всем, всем. Она самая лучшая мать на свете и ничего не помогает. И вот смотри, какая здесь ложь. Кстати, у нас на Ютубе есть подписи на эту тему, что мы там говорим, у меня выгода от ребенка. Что вы маните? Я тут такая хорошая, я его и туда, и туда, и туда. У меня нет выгоды от его болезни. Как только слышим туда, и туда, и туда, все, пошла выгода. Туда, и туда ты пытаешься играть в своего ребенка, спихнуть своего ребенка. Опять-таки, ты согласна, чтобы твоему ребенку вводили препараты, химические препараты, которые ты не знаешь, как действуют. И ты идешь на это. Ты согласна, чтобы делали микрополяризацию мозга. Идет прямое вмешательство в физиологию мозга. Ты согласна. Ты себе этого не делаешь, а его ты отдаешь. Сразу вспоминается сказка, когда несли детей дракону какому-то там. Вот прям это так, чтобы, я не помню, какая-то сказка, и несли младенцев, чтобы что-то там. Это вот точно так же мать, у которой ребенок больной. Вместо того, чтобы полностью взять ответственность за этого ребенка, ведь это ты себя видишь в этом ребенке, начни развиваться. Она вместо этого идет к этому, к этому несет этого детенка, а те в него вкладывают свое что-то, свои опыты какие-то, свои... Свои эксперименты. Эксперименты. И мать считает, что она делает все для своего ребенка. Споры про гомеопатию. Гомеопатия, она обязательно помогает. Она там такая, такая. Мне гомеопатия и куча споров. Давайте заглянем в основу гомеопатии. Лечение ядами в малых дозах. Давайте посмотрим, как будет реагировать психика на это. Уберем, что у вас кажется, что у вас произошел первичный эффект, и яд помог. Прекрасно. Как реагирует психика? Для психики мать дает ребенку яд. Или мать привела ребенка к человеку, который дает яд. И все. Что вы мне можете объяснить еще после этого? Психика воспринимает сразу предательство. Предательство. Все. Травма предательства, она страшная. Она разворачивает потом следующую историю, следующую, следующую. Предательство всегда разворачивает игру, но оно не сворачивает. Сворачивает осознание предательства. И тогда надо вернуться к себе. Вернуться к себе искреннему и настоящему. Только возвращение к себе убирает травму предательства. Когда ты принимаешь себя, когда ты возвращаешься и становишься самим собой. И тогда сворачивается игра. И тогда можно свернуть игру в болезнь и развернуть игру в здоровье. Все. И точно так же выносит ответственность. Этот препарат самый лучший в мире. Все, я на себе попробую. Сколько у людей пихает в себя химию, вообще не задумываясь, как она работает. То есть, ну, вот, добровольно. Слепая вера. Да, слепая вера добровольно на эксперименты. А заметьте, как COVID показал эксперименты на людях. Кто проводил эксперименты на мышах, еще на ком-то. Все на вас провели, дорогие мои. Да, да, да. Просто все на вас провели. Причем добровольно, без всяких. Добровольно. Вы сами шли, подписывались. И сейчас будет следующее, уже даже и назвали обезьянь и оспа, да? Вот уже пойдут следующие, уже даже название тех, кто пойдет, придумает. А на самом деле, кто это вот? Тот же COVID, тот же, вот сейчас это оспа. Это же мы сами себя толкаем. Сами себя. Сами себя толкаем. Ну, наконец-то, уже, ну, увидь ты, уже сколько можно тебе. Что ты все, да, проснись уже. И никак, и никак. Вот точно так же болезнь в теле. Точно так же, как этот COVID сейчас в обществе, да, в цивилизации. Один в один. Болезнь большого масштаба. Да. Точно так же. Ну, уже, ну, уже у плечи, ну, уже заметь, ну, уже проснуй. Проснись ты, проснись, ну, вернись ты к себе. Возьми ответственность за себя. Не сломя голову летит. Я доверяю всему, кроме себя. И свое дитё, самое дорогое, что есть, да, тоже я доверяю всему. А на самом деле ты сам себя разносишь в этот момент, когда ты своего ребенка, ведь это ты. Твое первое зеркало. Ты его разносишь в пух и прах. И вместо любви к ребенку, получается, ты его перепихиваешь и заменяешь свою любовь на игру в него, на заботу, на кормление, на одевание, на игры во врачей и так далее. Это любовь? Нет, это не любовь. Давайте все называть своими именами. Это игра в болезнь ребенка. Но это не любовь. Все, это игра. Это игра. Любовь – это стопроцентное принятие ребенка. Любовь – это жизнь. Любовь – это твои изменения, которые ты в себе проведешь так и придешь в согласованность с собой так, чтобы тебе не надо было отражаться в больном ребенке. И тогда ты его освобождаешь из болезни. Вот это любовь. Но для этого надо тебе измениться. Очень круто измениться. И осознать, что благодаря этому ребенку ты можешь измениться, потому что ты увидел сам себя, встретился глазами. Ключ – благодаря. Да, да, да. Благодаря – это вывод в благодарность. Все в благодарность. А смотри, как благодарность трудно людям дается. Угу. Точно так же, как и любовь, очень трудно дается. А знаешь, почему трудно дается? Потому что вообще даже слово, что такое любовь, да, вот дать определение, что такое любовь, нереально сложно. На самом деле. Любовь можно только почувствовать. Это основополагающее чувство, которое человек пытается положить и заменить эмоцией или ощущениями. Поэтому сюда уже приплетен и секс, сюда приплетены и эмоциональные там эти составляющие влюбленности и всего. А само чувство, оно идет как жизнь. И это идет как теплота жизни. Именно вот это тепло первичное. Жизнь. Живая жизнь. Живая жизнь, да. И получается, что человеку даже внимание сконцентрировать-то он не может на этом. Потому что он сразу обесценивает. Ну и как же, я же живой и все. Что вы придумываете? Сразу обесценивает. Да. Мгновенно. У меня же 36,6. Вот эти 36,6 уже обесценены. Угу. И этот момент, вот он в моменте, конкретном моменте здесь сейчас, так, фух, и обесценена жизнь. И предан. И пошла игра. И это удивительно. Это настолько удивительно, как это происходит быстро. А когда ты осознаешь эти вещи, то ты можешь в какой-то момент заметить даже вот это движение и развороты игр. В какие игры ты будешь играть. Если они тебе не нравятся, их можно закрыть, свернуть и удалить. Потому что каждый день ты перезагружаешь свое программное обеспечение. Каждый день у тебя есть возможность проснуться и начать другую жизнь. Каждый день. Да. Смотри, на самом деле вот то, что сейчас промелькнуло, лишь только промелькнуло. Оспа. Да? Вскользь. На самом деле, давай теперь вспомним. Рождается ребенок. Какая первая прививка ему? А теперь сложим пазлики. Х плюс Y и все остальное все сложим. Что получается по итогу? Ребенок рождается. И ему новая прививка от оспы. Новая игра. Вот оно, первичное предательство, когда мы доверяем. И просто сейчас, если вот чуть-чуть так замереть и почувствовать, что вот я произнесла, что, что, к чему мы уже сами себя подвели. А заметь, вот когда мы говорим о новой игре, а игры-то новой не наступает. Да. Все игры старые. Я вообще в шоке сейчас от того, что происходит в мире и как это двигается. У меня вообще возникает ощущение, что разум есть только в Беларуси. Вот реально он вот здесь, на этом вот клочке земли, он сохраняется. Потому что вот смотришь на все происходящее, идет игра за игрой. Вот одна была там игра COVID. Потом после COVID была игра война. Сейчас у американцев игра в развод Джонни Деппа. А потом, ну, американцы отвалились от игры в украинцев, они сейчас играют Джонни Деппа. Да, развод у него же проходит. Да, там целое шоу, там ржет вся страна. Точно, да-да-да-да. И он это играет как на сцене, роль хорошо играет. Великолепное шоу. То есть, смотри, оно идет как шоу, все. Вот следующее шоу, которое пытаются запустить, это называется Оспа. Кстати, удивительно, мы тогда сказали на подкасте, что будет выпущено что-то, что будет пытаться вкидывать и будет отбита болезнь. Да, вот то, что мы затирали, перезаписывали три раза, потому что заколебала эта информация. А потом дошли до того, что она будет отбиваться. Вот она сейчас у нас и отбивается. И уже Россия отбивает. Блин, просто невероятно, как оно быстро все это срабатывает. Вот это следующая игра. Но вот смотри, в Оспу человечество уже играло. В смерти от болезни играло, в войны играло. Уже столько играло, особенно Европа. Она уже столько от этой Оспы перехоронила королевских потомков, потому что они хоронить нормально не умели. Потому что они в эти склепы спускались, заболевали и даже знали, отправляя какая-то там правительница, отправила своего сына, британская корона. Она отправила своего сына в склепик для того, чтобы он умер. То есть целенаправленно зачем-то тогда его рожала и растила, чтобы он умер от Оспы. Блин, я когда смотрю вот эти исторические факты, я понимаю, игры были и были однотипные, они идут. У меня такое чувство, что идет большая циклическая ошибка на уровне искусственного интеллекта очень глобального масштаба. Потому что этот искусственный интеллект не обладает вот этой жизнью. Он обладает только программным обеспечением. Это не тот искусственный интеллект. И его замкнуло. Знаешь, когда мы берем искусственный интеллект, человек будет думать, что мы говорим о том, что сейчас пытаются писать. Мы не об этом. Мы говорим о каком-то автоматизме в этой симуляции, которая замкнула. Программного обеспечения, да. Ошибка программного обеспечения. Это человечество играет, 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 уже как заезженная пластинка одной тоже. Меняется декорация, а все остальное не меняется. Люди не просыпаются. Бог спит. Продолжает храпеть. И потом опять раз в какой-то момент смена этой пластиночки. Опять поиграем в это. И это дебильные игры на самом деле. Это на самом деле дебильные игры. А пробудить человека, пробудить человека может возвращение ответственности. Конкретно возвращение ответственности. Что такое, смотри, что такое возвращение ответственности? На самом деле, ну, да, это человек может так вот сказать, ну, что это такое, что я за все ответственен? Это когда возвращаешься ты к самому себе. И ты просто видишь во всем, неважно в людях, во всем, что тебя окружает в жизни, ты видишь себя. Только себя. Вот это и есть возвращение ответственности. Потому что не каждый понимает, как это я, я это. А ты увидишь во всем. Только в этом, только для этого надо быть искренним, опять-таки, самим собой. Самим собой, да. То есть убрав ложь и обман, самообман. На самом деле, обман это самообман идет. Да. Когда мы думаем, что мы можем обмануть, там, я извернусь и там что-нибудь продам, там это, да. Или как это там, допустим, машину сделаю, зафуфлю, да, и продам. И думает, ой, я на этом заработаю легко и просто. Блин, ну это я просто так, такой пример очевидный привела. А их же вообще все построено на этом. И человек таким образом, каждый раз он выступает на свои собственные грабли. Потому что он в этой игре, которую он только что создал, когда зафуфлил машину и решил, что он обманет, он обманул сам себя. Это точно так же, извини, вот еще подхвачу идею, мысль. Там, допустим, выводят животное какое-то, или сказать, вот есть какой-то вид красивого, то есть вывели породу. Ну бизнес же есть бизнес, да, и хочется же заработать. И начинают сводить, то есть соединять вот породистого с непородистым, но пытаться, пытаться выдать его за породистого. Но что мы, по итогу, что мы, то, что было создано, допустим, красивое и разумное, то есть действительно и полезное, допустим, оно уже искажается. Искажается как? Вот этой вот ложью, которая заработать. Ну это вот я маленький такой. Смотри, это маленький пример. Давай возьмем глобально, в масштабе государства. В масштабе государств, государств, есть патентные организации. Вот мы сегодня с юристом сидели, обсуждали конкретно вопросы патентов, там очередной заход у нас идет на круг. Сидели, обсуждали, и вдруг для меня, вот он рассказывает, 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 а у меня просто раз, и по парадоксу начинает раскладываться картинка. Я-то вижу, как работает разум, как работает ум, как, откуда идет информация. И вдруг становится интересно и очевидно. Есть поле, то, что называется открытие изобретения. Это некоторые привычные знания, привычные наработки людей, которые уже описаны где-то. Некая база данных. И вот люди, которые умные, они говорят, я вот здесь усовершенствовал, вот работала так, а будет работать так. На самом деле, ключевой, вот это работало. И человек, вот в данном случае, пристаканиваясь к какому-то старому знанию и что-то дорабатывая на нем, паразитарность, да, он просто перевирает уже известную вещь для того, чтобы разделить деньги или отнять себе кусочек и говорить, вы теперь мне будете платить. На самом деле, все, что касается патентов, это индустрия перераспределения денег. Но она, эта индустрия, она уже имеющимся объеме информации. Если ты туда приходишь с информацией и говоришь, которой нет в этом объеме, вообще новая информация, и ты говоришь, в этом объеме нет этой информации, вот я изобрел управитель погодой. На тебя смотрят и говорят, на что опирается управитель погодой? А, у вас не на что опереться, извините, значит, этого нет, нет у вас игры, и мы вам отказываем в патенте, да. Значит, ты вынужден врать и придумывать, чтобы прицепиться к тому кусочку и сказать, вот здесь есть еще, есть еще, и вы сможете здесь еще сыграть. И ты начинаешь изворачиваться и придумывать то, чего нет, для того, чтобы войти, потому что того, что ты изобрел, еще нет. То есть общество еще не готово было это брать. И вот в этом очерченном круге перераспределения денег этого дела еще нет. И получается, что вся вот эта система, она ограничена, и она изначально стимулирует ложь, обман ради перераспределения денег. Да, а это значит, что туда не надо идти. Да я уже об этом много раз думала, понимаешь? И при этом, когда ты в социум приходишь и начинаешь социализироваться, у тебя что спрашивают? Бумажки. Вот так это вот опять. А нету, нету, у нас таких нету кирпичиков. У нас таких кирпичиков нету. И на самом деле, когда вот ты понимаешь, что ты целое научное направление сейчас разработал, систематизировал, и пойдет. Вот если взять инфодайнг, наложить на школьное образование, детей с первого класса готовить и с искренностью, чтобы они выбирали. Во-первых, они здоровее будут. То есть большинство болезней отвалится. Во-вторых, они искренне выберут свою профессию. В-третьих, они будут реализовываться в этой профессии. И они смогут делать новые открытия в этой профессии. Пошло, пошло, пошло. Это другое общество. Это не лживое общество. Это общество, которое ценит и любит жизнь и себя. Ну да. И это другие отношения. И это про любовь на самом деле. Потому что это про жизнь. Инфодайвинг – это теплая любовь. Вот это же любовь, жизненная любовь. Или как сказать, да? Жизнь, любовь, тепло. Я к чему просто? Почему я это сейчас произнесла? Потому что ты сказала про школу. Для того, чтобы дети получали знания инфодайвинга, учитель должен быть уже с этой чистой, искренней любовью. Видишь, а учителя… Есть учителя, которые действительно в искренности приходят в школу? Конечно, есть. А есть, которые приходят, приспособятся. Причем даже, понимаешь, если бы сказать за материальной выгодой… Нет, не за материальной выгодой. И слабости, и приспособятся. Просто приспособление. Просто, да. Ну, как-то ж надо прожить свою жизнь, чтобы мне было на кусочек хлебушка и семью проникнуть. Вот это так. Как-то ж. Как-то ж. Да. Вместо того, что ты пришел сюда. Если это не твое, то не надо, во-первых, приходить. Но если ты уже пришел, то найди здесь интерес свой. Ты уже здесь. Расцвети, да. И получи удовольствие от своего создания, от своей работы. Как на кран. На работу, как на каторгу. Все вообще. Вот все этим сказано. На работу, как на каторгу. Потом домой, как на каторгу. Отрубиться, чтобы не жить и забыться. Жизнь. Ну, как-то ж ее надо прожить. Как-то ж ее надо прожить. Вот там, после того, как я умру, вот там будет хорошо. А ты знаешь, люди не думают о том, как будет там, когда они умрут. Они боятся этого. Поэтому они перекрывают страх и не хотят думать на эту тему. И по этому тему смерти человека... Лгут по этому тему смерти человека так используют религии. Да. Ведь религии, по сути дела, и изначально приходили и входили на смерти. На обрядах ухода усопших. На обрядах, на рассказах о загробной жизни. И пошло, пошло, пошло. Они, по сути дела, они юзали страх смерти. Они взяли на себя... Да, да. Они взяли на себя вот эту роль. Человеку не знает, как же там будет, когда я умру. А я знаю, как. И приди ко мне, я тебе сделаю, что там будет рай. А здесь ад у тебя. И все. Представляешь? И человек живет в аду и ждет того рая, но при этом боится того рая. Боится. И идет в церковь кому-то, точно так же, как детенка везде носят, мамы-аутисты. Точно так же идет кому-то и начинает доверять себя. Неизвестно вообще кому, чему и как. Но при этом чувствовать, что я себя очистил. Ложь такая, ложь. Главное, что не взять ответственность на самому себе. Вот видишь, оно и ложится безответственностью. По сути, дело... Видишь, какое дело? Когда человек был вообще неуправляемым, вообще неуправляемым. То есть он жил там своим натуральным хозяйством, выращивал себе еду, прокармливал свою семью. Сам делал одежду, носил то, что сам пошил и так далее. То есть он жил полностью... Вот игра была полностью натуральной. А то для того, чтобы завладеть его имуществом, надо было устроить войны, позавидовать, устроить войны перед дел. И надо было каким-то образом поработить его, чтобы он работал на тебя. Вот здесь религия очень хорошо обмануть. То есть напрямую обмануть. Здесь религия очень хорошо вписывалась. На сегодняшний день... Она уже сыграла такую роль, что человек не обеспечивает себя... Он ищет, кто ему создаст игру. У него нет своей игры. Кто ему создаст игру? Создаст работодатель. Даст ему зарплату. Обеспечит ему уровень жизни. У человека возникает страх. А что будет, если у меня не будет зарплаты? Потому что я сам не способен заработать. Я сам не-не-не. И смотри, качели сейчас работают в обратную сторону. А уже даже уровень государства боится, если люди будут свободными бизнесменами. Как это они будут свободными? Они тогда будут выполнять какие-то свои желания. А наши желания... И вот эти вот... А на самом деле в основе страх. Страх и недоверие. Неискренность. Обман. Ложа. Как только это устраняется, человек становится самим собой. Перестает плевать свой собственный колодец. Становится очевидно, что каждый человек абсолютно создает свою жизнь сам. И на условиях... Здесь надо учить благодарности. И на условиях благодарности может быть любой обмен. Любой обмен. Не надо завидовать. Не надо жадничать. Не надо никого насиловать и заставлять. Все человек может через благодарность. Через разум. Когда разум работает. Когда он не спит. Через искренность. Через искренность. Чистоту. Ты хочешь видеть чистоту в своей жизни? Стань чистой. Удивительно. На самом деле, когда ты видишь бесконечность жизни. Вот как мы, да? Мы же видим, что мы живем вечно. Мы живем, живем, живем. И это бесконечный цикл. У нас меняется, да. Меняется тело, меняется личность. Но при этом мы остаемся, работает трехточечная система. Мы, получается, прожили жизнь, мы умираем. У нас сразу начинается фильм. Хотя вот последнее время уже, когда мы в мире мертвых зависли, долго и основательно, да, в антипсихике. Мир мертвых, опять-таки, будем сейчас пугать людей терминологией. Антимир. Антипсихика. Когда мы там зависли, вдруг становится очевидно, что период, сколько мы живем, там такой же период отмеряется. Все синхронно. И для нас, когда мы спим, вот мы засыпаем, и нам кажется, что ой, не успел заснуть, хобана, проснулся. То есть выключили свет и включили свет. Мы знаем, что была ночь. И сколько-то часов я спал. Вот там точно так же. Но в это время я же спал, в это время у меня на 100% активно работал мозг. Что происходило сейчас там? А он в это время был связан с антимиром. Работал в это время с информацией из антимира. И вот эти вот вещи, они очень интересные, кстати. Очень. Это то, что мы еще будем добивать до конца. Но суть в том, что в любом случае вот этот цикл мир-антимир, мир-антимир, да, реальность-антиреальность, она все равно будет идти. День-ночь, жизнь-смерть. И мы бесконечны, мы вечны. Но мы при этом утром просыпаясь, да, мы помним предыдущий день. Потому что он идет по иллюзии двухточечной системы, он идет по иллюзии линейной, линейности времени. А если у нас жизнь-смерть, то там уже работает трехточечная система. Там, получается, мы просыпаемся, а информация старая ушла, а новая, которая собрана, она собрана до того. И получается, что мы уже в той жизни забыли предыдущую жизнь, и это прилетело сюда. И вот когда вот эти вещи осознаешь, это создает иллюзию потери памяти. Хотя при этом у нас у каждого есть опыт за спиной, флешка с жизненным опытом. Она никуда не девается, она есть у человека. И есть люди, которые склонны к одним вещам. Человека никогда не научишь рисовать, у него не было такого опыта. А есть те, кто с детства берет кисти, все, и пошел, и у него это получается. И ой, талант. Правильно? Потому что у него было уже это в опыте. И он это использует здесь и сейчас. И это удивительно. Вот эти вот перескоки информационные. Но это опять-таки это про бесконечность бытия, про бесконечность любви. И теперь смотри. Бог, он вечен, но он умудрился заснуть и сделать себя ограниченным и смертным. И этот парадокс в одном физическом теле. То есть в этом физическом теле есть Бог, который вечен и который благодаря программному обеспечению сделал себя ограниченным и смертным. Слово Бог, оно тоже искусственного происхождения. Искусственного, согласна. Да. Поэтому здесь тоже есть над чем повисеть. Потому что, когда мы произносим Бог, у нас конкретно включаются программы, которые уже... Подтягиваются. Идет автоматизм. У нас на Бог идет автоматизм. На сатану идет автоматизм. У нас идет реакция. И, по сути дела, любое слово, которое у нас мы называем... Смотри, как интересно в психике. Даже в книгах наших это дело можно наблюдать. У нас одни и те же вещи мы называли. Один круг это, потом дальше выходишь. Слова меняются. А функции, по сути дела, делегируются. Потом шире еще делегируются. Вот тебе разум, вот тебе абсолют. Идет при этом на каждом круге есть... Вроде бы это одно и то же, но в то же самое время там есть свои небольшие изменения. И тоже разные понятия. И в моменте здесь и сейчас, когда мы это описывали, всегда терминология была под ту точку информационную, где ты проходишь. Именно где проходишь. Где проходишь. Потому что там это так называется. И замечу, русский язык там, это так называется. Везде русский язык. И нельзя сказать, ну как же, вы называли это вот этим, а тут вы уже другим. Да. Но это уже, это было к тому привязано, а это уже к этому привязано. То есть это же движение, развитие, ну развитие, рост. Да. Вот оно эти... Жизнь, вообще жизнь напоминает скольжение на доске. По воде. Причем ты не просто по воде, ты над водой скользишь, лидируешь, подушка такая. И ты, если ты ушел в будущее, ты слетел с доски, ты зацепился за будущее, зацепился за прошлое. Все, ты слетел с доски. И информация с тобой какое-то время отплывает, и все. И потом тебя по Тору возвращает и закидывает снова. Ты глиссируешь постоянно, ты глиссируешь по поверхности воды. Вот она левитация, вот он Иисус Христос ходил по воде. Угу. Удивительные штуки. И большинство людей спят, а во сне они не осознают и не ценят любовь. Они не осознают и не ценят жизнь. В моменте здесь и сейчас большинство людей вообще готовы обесценить полностью свой жизненный путь. Он для них не важен, особенно в среднем возрасте. А в старом возрасте готовы вырывать куски, подтягивать, для того, чтобы поднять свою значимость, чтобы быть нужным кому-то, потому что сам себе не нужен. И это, конечно, удивительно. И люди в возрасте начинают играть в игру детей и внуков, вместо того, чтобы играть в свою. А заметь, а дети зачастую даже манипулируют родителями, чтобы, ну так ты будешь играть в мою игру или нет? У меня же нету, так может ты мне сыграешь. Потому что они привыкли, что родители вмешиваются, и они играют в игру родителей. А тут наоборот роли меняются. Но это нет своей игры, нет своей игры. Тогда ты не нужен никому, потому что ты не нужен себе. А любви-то тогда и нет. И тогда места любви. Скажи, а как очевидно все? Вот просто кажется на ладошке. Вот прям чуть-чуть вот зависаешь, начинаешь вот это все. И открывается, открывается. Ты просто видишь, вот ясно это видишь. Как среди бела дня. Вот смотри, люди спят. На самом деле большинство вообще спит. Мир зомби, да? Да. Причем, причем вот один в один. Прошел день. Вот возьми какой-нибудь человек, который, ну, живет в автоматическом своем, да? Прошел день. Для этого человека будет точно так же, такой же провал этого дня, как и ночь для него. Что ты снил? А, я не помню. А как ты, какой у тебя день был? А, я уже не помню. Один в один. Потому что спит. Спит. Нет его, нет его, нет его. Он спит. Кстати, в этом плане у меня Лерка. Очень, я сейчас вот только, ты знаешь, у нее такие штуки есть. Она помнит даже даты. И что в эти даты было. Вот это удивительно. Но это, это на самом деле. Вот сейчас можно зависнуть, а хорошо это или плохо. Когда ты в моменте здесь и сейчас, и когда ты не спишь, когда у тебя завершены истории, то у тебя это нет в активной памяти. Когда у тебя завершены истории, в моменте здесь и сейчас, это значит, ты тупо остановился. Потому что невозможно, чтобы у тебя было завершение и не разворот. Это на самом деле, это тоже все. Ты остановился. Такая же деградация, такое же задухание, такое же умирание. Игра должна быть. В любом случае, в какой игре ты сейчас находишься? Вопрос. В той игре, которую ты хранишь в памяти? Да. Надо ли ее хранить в памяти? Да. Да. Так вот, ее, если она тебе надо, ты достаешь. Она у тебя есть. Вот просто она у тебя есть. А если тебе не надо, ты живешь. Просто живешь. Это краски, краски, краски. Я поняла, к чему ты ведешь. Я поняла. Но это не об этом. Просто на самом деле, когда я сталкивалась с людьми, которые вот все-все-все, помню, помню, помню. Лера не цепляется за это. И потом они туда возвращаются, возвращаются, возвращаются и живут. Они не могут проститься с той игрой. Потому что начинается там сожаление. Вот я что-то там не так сделал. Или наоборот, ой, я там молодец. То есть, значит, обесценивание себя сейчас. Игра с прошлым, это на самом деле, ты там. Ты там заморозился. Да, ты зацепился, тебя сейчас доски скинет. И ты пойдешь потом доигрывать это дело. Потому что у тебя все игры там. У тебя здесь и сейчас. У тебя нет создания вперед. Ты не знаешь, что у тебя, что ты хочешь, ты не знаешь. Что тебе интересно. Чем ты горишь. А жизнь на самом деле, вот да. Я, кстати, по-моему, вчера я осознавала конкретно, что жизнь нам. Жизнь – это интерес, движение. А я тебе сказала была даже, да. Как ребенок. То есть, тебе интересно. Ты движешься, ты растешь. Тебе интересно. Но при этом, если ты увлекаешься, то есть вот тебе что-то интересно. И ты достигаешь этого интереса. То есть, обучаешься в этом. И раз возвращаешься к себе. А если ты обучился и начал, как это сказать, завис там, то это уход от себя. Но при этом интерес. Вот нами движет чистый интерес. Чистый интерес. Если он грязный интерес, то это размытость. Все грязь. Но память в данном случае работает на как зацеп, как крючок. Может быть, нитка не натянутая, и тебя не стягивает еще. А в какой-то момент, когда память срабатывает, и тебя может стянуть, и ты можешь упасть со своего серфа. Да. Это так. Оно и есть. На самом деле, память, она именно так и работает. Да. Она сбрасывает тебя. Да, да, да. Для этого ты должен быть в моменте здесь и сейчас всегда. И знал, что это твой инструмент, и можешь попользоваться, а можешь не пользоваться. И с благодарностью закрывать прошлые игры. Это вот факт. Через благодарность надо закрывать все. Абсолютно все благодарности. Потому что если нет благодарности, то у тебя не закрыто прошлое. Смотри, а когда оно не закрыто? Когда у тебя есть сожаление, или наоборот гордость какая-то за себя, или там что-то еще. Вот это и есть зацепы. То есть эмоциональные такие штучки. Такой старческий шаблон в конце жизни. Человек спрашивает. Хотел ли бы ты прожить иначе свою жизнь? И человек, нет, конечно, я прожил самую лучшую жизнь. И понимаешь, что в этот момент 90% случаев человек просто врет. Он бы очень многие вещи поменял. Вплоть до того, что он сидит там рядом со своей женой. Он бы и жену поменял. Не было бы этой жены, не было бы этой семьи, не было бы... Вот жизнь была бы совсем не такой. Я просто не раз видела это дело у людей. Да, вот и так смотришь... Нет, я ни за что бы не сменила. А потом на самом деле, даже если отследить, как потом прошел в этот вынкарнационный цикл этот человек, то он бежал просто, бежал, чтобы нигде больше не пересечься с теми, с кем он играл еще в конце этой жизни. И это удивительно. И, кстати, помогает не убежать рот. То есть иначе бы вообще сломяк голову, летель. Человек перед смертью встает перед собой. И он во всех этих людях, он видит себя, Наташа. А убежать от себя невозможно. Да, и поэтому он бежит дальше в расчете, что он по-другому сыграет. Вот. Именно для этого нужна благодарность. Нужна благодарность, чтобы закрыть. Чтобы не бежать, а чтобы ты мог жить. О, да. Класс.